Хроники переворота в Судане президент бежал. В Судане на фоне продолжающихся многодневных протестов и сообщениях о применении боевого оружия против протестующих произошел военный переворот. Военные заняли ключевые позиции и арестовали ряд чиновников. Аль-Араби-Е, сообщила о намерении президента страны Амара Хасана Аль-Башира уйти в отставку. На фоне волны протестных выступлений суданские военные взяли под контроль основные информационные источники Североафриканского государства и провели аресты чиновников, приближенных к президенту страны. На данный момент, по данным источников Саудовского телеканала Аль-Хадас, задержанный экс-министр обороны Суданы Абдурахим Хусейн, председатель Национального конгресса Ахмад Харон, это правящая партия страны, ряд руководящих чинов личной гвардии президента, а также бывший заместитель Амара Хасана Аль-Башира Али-Усман Тах последний угрожал использовать против демонстрантов теневые батальоны. Согласно поступающим данным, сам президент Судана покинул страну. Аэропорт Хартума закрыт. Канал Аль-Араби, со ссылкой на собственные источники, утверждает, что попытка контрпереворота не удалась. По сообщениям Лиланского телеканала Аль-Мадин, на экстренном заседании в четверг армия Судана решила снять со всех постов президента страны Аль-Башира и отправить в отставку правительство страны. Суданская армия объявила о создании Временного совета во главе с первым вице-президентом Авадом Ибнауфом, который будет руководить страной во время переходного периода до одного года. На улицы городов и на ключевые дороги и мосты в Хартуме была выведена бронетехника. По сообщениям Ройтез, люди скандировали «Аль-Баширпал, мы победили». За четыре месяца протестов в Судане погибли 49 человек. В острую же фазу конфликт перешел на прошлых выходных, когда протестующие вышли к зданию генштаба и призывали военных встать на сторону народа. Суданцы верят, что переход должен идти через военных. Все помнят о том, к каким последствиям может привести нестабильность. Любой хаос может иметь очень высокую цену. Сказал Саиф Альдин Абдельрахман, суданский экономист и эксперт, на данный момент проживающий в Найроби, Кения. Первые демонстрации прокатились по стране 19 декабря из-за резкого повышения цен на хлеб. Протестующие начинали с экономических требований, однако позже они переросли в политические. Демонстранты требовали отставки Аль-Башира и его правительства. Попытка всерьез переломить ситуацию была сделана в понедельник, 1 апреля. Примерно в 4 часа утра Силы безопасности и ополченцы, связанные с пропрезидентскими движениями, попытались вытеснить сидячих демонстрантов с помощью обычной тактики, избиений, слезоточивого газа и, иногда, стрельбы боевыми пулями. Однако военные поддержали протестующих. Всего на вторник, 9 апреля Силы безопасности, верные президенту, убили 22 человека, включая пятерых солдат, которые, по словам организаторов, защищали протестующих и ранили более 150 суданцев. Официальный представитель правительства и министр информации Хасан Исмаил подтвердил гибель 11 демонстрантов. В тот же день Соединенные Штаты, Великобритания и Норвегия в совместном обращении заявили, что суданские власти должны ответить на требования общественности и разработать надежный план для политического перехода. «Солдаты – наша первая линия защиты, а наши врачи следуют за всеми ранеными», – рассказала доктор Нафиса Мохаммед, одна из организаторов пунктов первой помощи для протестующих. Незадолго до переворота солдаты посоветовали врачам перенести свое временное отделение неотложной помощи в штаб-квартиру армии, чтобы обеспечить им безопасность. «Теперь нас есть четыре небольших отделения неотложной помощи для лечения травм. Если ранения серьезные, мы доставляем их в близлежащие больницы», – пояснила доктор Мохаммед. Суданская ассоциация профессионалов, САП, возглавляет акции протеста, где медицинские работники играют центральную роль. Ранее эта организация уже заявила, что будет требовать от военных перехода к гражданскому правительству. В апреле прошлого года врачи начали общенациональную акцию протеста против ухудшающегося медицинского обслуживания. В тот период суданские врачи стали откровенными критиками правительства за то, что официальный Хартом отказался подтвердить факт и принять меры для борьбы с эпидемией холеры, жертвами которой за три месяца стали около 700 человек. Менее 3% национального бюджета выделяется на здравоохранение по сравнению с примерно 70%, выделяемых на военные нужды. Врачи обвиняют чиновников в урезании услуг для населения и разворовывании государственных фондов здравоохранения при параллельном продвижении прибыльной частной индустрии медицины. Уменьшатся ли военные расходы после осуществления военного переворота? Отдельный вопрос. Порядка 15 членов местного врачебного сообщества были схвачены, похищены или убиты. По словам Дерасара Абдильгалил, президента Союза Суданских врачей, протестные выступления, самые крупные за всю историю страны, являются кумулятивным эффектом десятилетий борьбы. С момента начала демонстрации врачи и больницы стали одной из основных целей лоялистов. Силы безопасности совершили налеты на медицинские учреждения и госпитали, забрасывали их гранатами со слезоточивым газом и обстреливали. Одним из таких случаев стало нападение на больницу Амдурмана 9 января. Всего подтверждено минимум 7 подобных инцидентов. Амар Хасаан Аль-Башир пришел к власти, будучи малоизвестным генералом в 1989 году, на фоне переворота, организованного исламистами и военными. В последующие годы он провел зачистки в своей партии. Аль-Башир объявлен в международный розыск по обвинению в геноциде в Дарфуре. На данный момент он правит суданом дольше любого лидера с момента обретения страной независимости в 1956 году. 40-миллионное африканское государство является одним из ключевых в регионе. Отстранение Аль-Башира стало вторым по счету в череде второй волны арабской весны, ранее, 2 апреля. Под давлением протестующих со своего поста ушел президент Аль-Жир Абдель Азиз Бутифлика. Продолжение следует... Продолжение следует...